Декольте 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 В первую очередь для поддержания красивой шеи зоны декольте нужно вырабатывать красивую осанку. Плечи развернутые кзади, ровная спина. Это тоже будет снижать дополнительную нагрузку на шею. Обращаем внимание на то, как мы спим. Подушка должна быть невысокой. Для любительниц поспать на боку, вот здесь нужно выбрать, как лучше поступить, чтобы дополнительно не образовывались складочки. Конечно, сбалансированное питание рекомендуется. Ну а если говорить про стандартные косметологические уходы, то в домашних условиях следует обратить внимание на качественное, хорошее очищение этой зоны. Здесь также рекомендуется, как и на лице, использовать достаточно мягкие средства для умывания и обязательно использовать тоники. Для очищения можно использовать те же средства, которые вы используете для лица. Исключение – обладательницы жирной кожи. Их средства зоны декольте будут пересушивать. Следующий шаг – кремы. Обычно кожа в зоне шеи и декольте относится либо к нормальной, либо немножко к сухой. Соответственно, и крема подбираем из такой же серии, как для нормальной кожи или для сухой. Такие крема должны содержать на начальном этапе ухода у молодой девушки хорошее количество витаминов. Здесь следует обратить внимание на витамин Е. Он будет и противостоять старению, и дополнительно ухаживать за кожей. Чем старше становимся, тем больше надо обращать внимание на крема, обогащенный жирными кислотами. Такие как омега, такоферолы. Это то, что будет нам опять продолжать поддерживать кожу. Не забываем про пилинг. Главное, чтобы он был мягким и не травмировал кожу. Плюс никто не отменял маски в домашних условиях. Результат зависит от рецепта и приложенных усилий. Косметологи предложат достаточно большой спектр процедур для этой зоны. У нас можно встретить как комплексный уход, когда идет речь об уходе за лицом, так и отдельно зона шеи и декольте. Самое простое и любимое многими клиентами – это, естественно, массаж. Осенью обращаем внимание на поверхностные пилинги. К сожалению, зона шеи и декольте не особо позволяет работать с ней активными, агрессивными пилингами, так как здесь есть высокий риск гиперпигментации или образования рубцов. А вот поверхностные пилинги хорошо скажутся на этой зоне. Кроме пилингов, естественно, классические уходы, в состав которых будут входить любые маски, направленные на увлажнение, например, коллагеновые. Очень хорошо среагирует эта зона на альгинантные маски. Кремовые обертывания. То есть спектр косметологических процедур очень разнообразен. Проводить данные процедуры необходимо столь же часто, как и процедуры для лица. Если говорить о курсе массажа, то это 2 раза в неделю 10-15 сеансов. Пилинг делается 1 раз в 7-10 дней. Курс – от 6 до 8 процедур. Итак, не пренебрегайте регулярным уходом, если хотите надолго сохранить молодость кожи в области декольте.